Чтобы получить хороший урожай капусты, понадобится приложить немало усилий. Кроме поливов и внесения удобрений, необходимо уделять внимание защите от вредителей. Среди вредных насекомых, которые способны лишить огородника запасов капусты на зиму, одними из самых опасных считаются гусеницы. Бабочка-капустница, которая получается из них, не так уж и опасна, но она откладывает на листьях множество яиц. Из них выводятся гусеницы, желтоватые, покрытые черными пятнами. Они предпочитают питаться капустными листьями. Капустная совка – малозабедная бабочка серого цвета, напоминающая внешне ночного мотылька, но ее личинки нередко появляются среди кочанов капусты и поедают листья. Для избавления от гусениц, поедающих капусту, существует немало простых эффективных способов. Среди них есть и такие, что не требуют финансовых вложений. Например, если поблизости от участка имеется осиное гнездо, можно заставить этих насекомых приносить пользу. Для этого понадобится немного воды с сахаром. Можно использовать даже старое варенье. Сладкой водой надо побрызгать капусту. Ее запах привлекает ос, который очень любит сладкое. Наткнувшись на гусениц, живущих на капусте, осы утащат их на корм своему потомству. Лучше всего для приготовления этого средства подходит дегтярный шампунь. Если его нет, подойдет простое жидкое мыло. Раствор золы и мыло. Ложку мыла и два стакана золы залить водой в количестве 10 литров. Настаивать средство в течение суток, после чего опрыскать капусту полученным составом. Средство с резким запахом. Бабочки не любят некоторые запахи, поэтому можно попытаться отпугнуть их, используя народные средства. Хорошо помогают настои, приготовленные из луковой шелухи или томатной ботвы. Ими можно опрыскивать капустные гряды, чтобы сделать их непривлекательными для вредителей. Из шелухи настой готовится так. Надо набрать ее в литровую банку, сколько влезет. Затем переложить в посуду побольше и залить 5 литрами горячей воды. Настаивать их надо в течение нескольких часов. Трех будет достаточно. Затем настой кипятят еще 3 часа, процеживают и разводят водой один к двум. Для улучшения эффекта в средство можно добавить 20-30 грамм мыла. Опыление. Смешивая муку и соду в равных долях, можно получить порошкообразное средство, которое используют для опыления капусты. Процедура приводит к гибели гусениц, а растения не будут повреждены. Чесночный настой. Чтобы избавиться от вредителей, хорошо подходит настой, приготовленный из чеснока или лопухов. Собранные листья лопуха измельчают и настаивают в ведре с водой. Соотношение 1 к 3. Средство готово через 2-3 дня. Для приготовления чесночного настоя надо пропустить через пресс 8-10 головок чеснока. Настаивать 3 дня, залив 5 литрами холодной воды. Такие настои используются для опрыскивания. Можно использовать веник, обмакивая его в жидкость. Обрабатывать надо и капустные кочаны, и землю под ними. Подойдут и специальные приборы для опрыскивания.